ОМ НАМО БХАГАВАТЕ ВАСУДЕВАЯН ОМ НАМО БХАГАВАТЕ ВАСУДЕВАЯН ОМ НАМО БХАГАВАТЕ ВАСУДЕВАЯН Мы продолжаем изучать с вами Шимат Бхагавадгиту И сегодня у нас на очереди пятый текст, третьей главы Глава называется «Карма-йога» Перевод Все существа беспомощны перед материальной природой И вынуждены действовать в соответствии с качествами Приобретенными под влиянием ее гун Поэтому никто не может удержаться от действий Даже на мгновение Комментарий Шилы Прабхупады Активное начало не является свойством обусловленной жизни Оно заложено в самой природе души Без души материальное тело не может даже пошевелиться Тело всего лишь безжизненный механизм Приводимый в движение вечной душой Которая всегда активна и не может провести в бездействии даже мгновение Поэтому, если душа не занята благоприятной для нее деятельностью в сознании Кришны Она будет действовать по вину с диктатом иллюзорной энергии Соприкоснувшись с материальной энергией Душа скверняется материальными качествами И чтобы очиститься от них Необходимо выполнять обязанности Предписанные шастрами Но, если душа занимается естественной для нее деятельностью в сознании Кришны То, что бы она ни делала, все ее действия принесут ей только благо Подтверждение этого мы находим в Шимадбхагаватам 1.5.17 Даже если человек, занятый деятельностью в сознании Кришны Не выполняет предписанные шастрами обязанности Если он допускает ошибки в преданном служении Или даже сходит с этого пути Он все равно ничего не теряет И не навлекает на себя греха С другой стороны, какая польза тому Кто старательно совершает все очистительные обряды Но не обретает сознание Кришны Итак, очистительные обряды необходимы для того Чтобы помочь нам развить в себе сознание Кришны Поэтому саньяса, как и любой другой очистительный обед Должны вести человека к высшей цели На сознании Кришны Без которого любая наша деятельность будет бессмысленной ОМА ГЯНА ТИМИРАНДАСЯ ГЯНАНДЖАНА ШАЛАКАЯ ЧАКШУРУН МИРИТАМИНА ТАСМАЙ ШРИ ГУРАВЕНА МАХА ШРИ ЧАЙТАНЬЯ МАНО ВИШТАМ СТАПИТАМИНА БУТАЛЕЙ СВАЯМ РУПАКАДАМАХЯМ ДАДАТИСВА ПАДАНТИКАМ ВАНЧА КАЛПАТАРУБЬЯ СЧАКРИПА СИНГУПЬЯ ЭВАЧА ПАТИТАНАМ ПАВАНЕБЬЮ ВАЙШНА ВЕБЬЮ НАМО НАМАХА ЖАЙШИ КРИШНА ЧЕТАНЬЯ ПРАБУНИТЬЯ НАНДА СРИЯ ДВАЙТА ГДАДХАРА СРИВАСАДИГОРА БХАКТА ВРИНДА ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ КРИШНА ХРИШНА КРИШНА ХАРЕ 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 РАМА ХАРЕ РАМА 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 ХАРЕ ХАРЕ НАМА ОМ ВИШНУПАДАЯ КРИШНА ПРИШТАЯ БЫТАЛЕЩИ МАТИ БХАКТИ ВИДАНТА СВАМИН ИТИ НА МИНЕ НАМАСТЕ САРА СВАТИ ДЕВИ ГАУРАВАНИ ПРАЧАРИНИ НИРВИШЕША АШУНЬЯ ВАДИ ПАШЧАТЯ ДЕШЕ ТАРИНА Ещё раз читаем текст Все существа беспомощны перед материальной природой и вынуждены действовать в соответствии с качествами, приобретенными под влиянием йогун. Поэтому никто не может удержаться от действий даже на мгновение. Итак, третья глава начинает развивать тему деятельности, тему кармы. Вторая глава, как мы помним, называлась «Обзором», где Кришна коротко прошелся по всем основным идеям. И теперь, когда обзор закончен, теперь он начинает развивать главные темы постепенно, более подробно. Итак, он начинает с темы кармы. И мы понимаем, почему буквально Шила Прабхупада в первой строчке комментария говорит «Активное начало не является свойством обусловленной жизни, оно заложено в самой природе души». То есть, в данном контексте, под словом «карма» мы должны не обязательно понимать карму, как механизм кармический сделал, получил, а карма просто как деятельность. То есть, изначальная активность души про это через деятельность. Буквально слово «карма» происходит от слова «кара». «Кара» значит «рука», то есть то, при помощи чего мы что-то делаем. Поэтому духовный мир, можно сказать, он полон активности, полон кармы. Но это не та карма, которая протекает в материальном мире. Потому что в материальном мире вся карма эгоцентрична. То есть, человек делает для себя, либо для своего какого-то ближайшего окружения. То есть, никто в этом материальном мире не действует ради Бога, или какие-то единицы, может быть, действуют. И поскольку они используют энергию Бога, но не служат Богу, это означает, что они присваивают себе то, что им не принадлежит. И поэтому, соответственно, они должны за это отвечать. Потому что неважно, что деньги, какие-то другие энергии, которые в этом мире есть, они все принадлежат ему. Это все его шакти, он шактиман. И поэтому невозбраняется использовать все эти энергии, но в связи с господином, с источником этих энергий. Тогда живое существо внешне активно, но какую-то внешнюю карму, в смысле кармические реакции, он себе не зарабатывает. И вот именно в таком духе проходит вся деятельность в духовном мире. Все живые существа очень активны. Но закона кармы там нет, хотя все занимаются деятельностью. Почему? Потому что они все свои энергии, эмоциональную энергию, интеллектуальную энергию, какую-то энергию действия, крия, шакти, творческую энергию, они все используют в служении Богу. Поэтому они активны, то есть можно сказать, что они совершают много кармы, но их активность вся проистекает в связи с Богом. Поэтому кармических последствий, плохих или хороших, они не получают. В то время как в материальном мире вся та же активность на внешнем физическом уровне, на каком-то интеллектуальном уровне, на ментальном уровне, на эмоциональном уровне, мы по-прежнему остаемся активными. Но эта активность уже связана с нашими личными планами, с нашими идеями чувственного наслаждения, потребления и так далее. И поскольку, опять же, мы потребляем энергии Бога, не помня о Боге, то есть не помня о хозяине, это фактически означает некое воровство, когда, допустим, вы используете чужие деньги. То есть совершенно очевидно, что, допустим, вы нашли какие-то деньги, используете их, даже не попытавшись найти хозяина. То есть вы на своем на ментальном уровне внутренне присвоили себе чье, ничье, ну, значит, будет мое. Вот точно так же люди, будучи близорукими, будучи лишенными духовного знания, не видят источника окружающих энергий, не видят, куда, откуда, вернее, эти все энергии исходят. Они только видят вот непосредственно, что-то возможности какие-то, да, вот вода, вот земля, вот деревья растут, вот камни, все, возьмем эту энергию, построим дом, что-то для себя, там, какие-то условия жизни устроим и так далее. Нормально, да, проблем нет, это не является проблемой. Вот, но если мы помним, откуда все эти энергии, как только эти же самые энергии мы используем в своих личных каких-то интересах, но не помним, откуда они, эти энергии, вот это уже, по сути дела, и является воровством, потому что все энергии принадлежат Богу. Он говорит, все, и шавася, мы дам, сорвам, яд, кинча, джига, тям, джига. То есть, все живое и неживое в этом мире принадлежит Верховному Господу. Если такое понимание есть, то мы используем энергии Бога с пониманием, чьи они. И это налагает нас определенную ответственность. Если это божественная энергия, то значит, она используется в связи с Богом, в его интересах, для его удовлетворения. Как только вот это понимание, откуда исходит энергия, исчезает, и живое существо считает, что все эти энергии принадлежат ему, это мои ресурсы, это мои возможности, Вот с этого момента и начинается карма. Карма уже как механизм, который связывает обусловленную душу. Карма как механизм, который порабощает нас. То есть, фактически получается, что, как приводится такой пример, кто там гусеницы, да, или кто там из своего брюшка, значит, она там достает эту вот, ну, как она, типа как паутинка, да, или какая-то вот ткань, и она сама себя ей опутывает, и в конце концов оказывается пойманной в коконе. Вот, то есть, мы чувствуем, что из нас исходит некая энергия. Я чувствую какой-то драйв, какой-то интерес к жизни. Нужно что-то делать. Давайте что-нибудь сделаем. У меня исходит некая энергия. Но поскольку эту энергию я использую не в служении Богу, а себе, то получается, что тратя эту энергию и что-то делая, мы невидимым и таким коконом опутываем себя. И потом говорить, что-то я вообще чувствую себя спутанным по рукам и ногам. Не продохнуть. То есть, получается, что человек совершал какие-то определенные действия эгоистические, очень много для себя использовал все эти вот божественные энергии, не понимая, что это божественная энергия, и таким образом он незаметно для себя сам себя связал этой кармой. И теперь говорит, я в каком-то там безвыходном положении и так далее. Но как он оказался в этом безвыходном положении? Как он оказался повязанным по рукам и ногам? Вот цена забвения Бога, забвения того, из кого исходит вся энергия. Когда Веданта Сутра в самом начале дает определение абсолютной истины, она определяет абсолютную истину, как Омджан Мадиа Сиатага. То есть, то, из чего все исходит, все энергии. То есть, энергии не бесхозны. Это не просто так. Просто свет светит, просто вода льется, просто ветер дует, просто земля дает нам уберуще. Не просто. Седьмая глава Бхагавадгиты, которая описывает познание Абсолюта, говорит, что земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум, ложное эго – это мои восемь отделенных энергий. Мои. То есть, он завиляет свое право на них. Поэтому нам не возбраняется всем этим пользоваться. Пожалуйста, пользуйся. Но помни, чье это. И вот это понимание, что это принадлежит Богу, это очень сильно влияет на наше сознание. И когда человек действует с таким пониманием, это называется осознание Кришны. То есть, Парупада говорит, что осознание Кришны – это не какая-то искусственная вещь. Это просто понимание того, что все, абсолютно все, с чем мы сталкиваемся в жизни, исходит из Бога. И когда мы прослеживаем связь любого явления или любая ценность, которую мы обладаем в этом мире, прослеживаем связь этой ценности или всего того, чем мы обладаем с Богом, все, вот это и называется – мы сознаем Бога. Мы сознаем Бога в том числе и в материальной реальности. Мы можем сознавать Бога вне этого мира, в духовной реальности – это одно. Но также можем сознавать его и внутри этого материального мира через его многообразные энергии. И пока мы находимся здесь, это является очень важным для нас. Итак, это общее понимание этой первой фразы, что активное начало не является свойством условленной жизни, оно сложено в самой природе души. То есть, душа не может не действовать. А действие подразумевает, что она пользуется какой-то энергией, потому что мы действуем на каком-то поле, поле деятельности – кшетра. И это кшетра, поле, состоит из элементов, которые даны нам Богом. И сама наша творческая энергия, способность мысли, чувствовать – это тоже все божественные энергии, потому что Бог изначально – садчит ананда виграха – форма вечности, знания и блаженства. А мы – маленькие частички этой энергии. Поэтому и наш эмоциональный опыт, и наш рациональный опыт, и вот эта наша продолженность существования, то есть, маленький фрагмент вечности, в котором мы сейчас живем, это все исходит из него, это все его энергия. И сознавать все это означает сознавать Кришну внутри своей жизни. Итак, это общий контекст. Теперь, Кришна во второй главе, особенно в последней, во второй ее половине, очень много говорил о философии. Как вот все правильно видеть, понимать и так далее. Такой немножко философский взгляд со стороны на материальную жизнь, и как трансценденталист ведет себя в этом материальном мире, чтобы по минимуму соприкасаться с материей, а мы, если мы соприкасаемся с ней, то видеть ее связь с Богом. Вот об этом шла речь. Ну и в конце концов, все заканчивается таким немножко во второй главе духом отрешенности, что человек свободный от влияния ложного эго, чувства ложной собственности и так далее. Вот он ведет настоящую духовную жизнь. То есть, у Аржуны сложилось ощущение, что духовная жизнь связана с какой-то вот такой материальной внешней пассивностью, что это некое такое умозрительное внутреннее состояние, некое философское понимание вещей с таким вот чувством некоторой отстраненности от материального мира. То есть, у него такое сложилось представление о духовности. И в то же время он видит, что Кришна от него хочет активной деятельности, чтобы он сражался. И поэтому эта третья глава начинается с таких слов. Аржуна, он говорит, «Если ты считаешь, что вот этот путь разума, путь духовного знания выше, чем путь деятельности, зачем же ты подталкиваешь меня тогда вот к этой войне, которая фактически есть такая, ну, грубая, брутальная карма, столько всего неприятного, если ты считаешь, что путь знания отрешенности лучше, о чем ты только что говорил во второй главе, для чего ж тогда мне участвовать во всем этом? И Кришна говорит ему, «Дело в том, дорогой Аржуна, что существует два типа людей, два типа людей. Одни из них склонны духовно развиваться вот в таком духе отрешенности, развития духовного знания, это путь гьяны или санки, а другие обладают более активной природой. И эта более активная природа подталкивает их на путь кармы, о какой-то активной деятельности. Но эта активная деятельность должна быть связана вот с этим духовным пониманием, что все энергии исходят из меня». То есть смысл в том, что хотя есть вот такой вот путь знания, путь отречения, называют санкхи-йога, или будхи-йога, или гьяна-йога, много разных синонимов, об одном и том же, но таких людей на самом деле немного. Потому что людей, идущих путем знания, это фактически люди в гуне благости. А гуна благости уже в два пара югу, в калию югу, еще тем более, значит, ее все меньше и меньше. Поэтому вот таких вот типажей, которые могут так спокойно, умиротворенно, без какой-то излишней внешней суеты, заниматься изучением знаний, медитировать и так далее, их буквально немного, их совсем немного. Большинство же людей под влиянием гуны страсти обладает более активной природой. Вот и поэтому он намекает Арджуне, ты же кшатрий, ты же воин, у тебя присутствует гуна страсти, ты социально активный человек, ты известный человек, то есть от тебя ждут действия, от тебя не ждут какой-то отстраненной философии. От тебя ждут действия. И ты всю жизнь учился всем этим вещам, обладаешь искусством боевым, и теперь пришло время применить все это на практике. Но сделай это с духовным сознанием. И вот это будет твой духовный путь. То есть он здесь показывает, что есть разные типы людей, то есть как минимум два типа людей, одни из них вот такие более отстраненные, философски настроенные, а другие люди более активные. И он говорит, ты, Арджуна, вот к этим вторым относишься. И поэтому для большинства людей вот эта вот энергия деятельности, которая идет изнутри, ее невозможно подавить. Она может приобрести форму какой-то вот такой активной интеллектуальной деятельности, как у гьяни, у философа. Но для большинства людей она требует какого-то внешнего проявления, воплощения. Вот и поэтому этот пятый стих, он начинает с того, что все живые существа беспомощны перед материальной природой и вынуждены действовать в соответствии с качествами, приобретенными под влиянием ее гун. Поэтому никто не может удержаться от действий даже на мгновение. То есть у души активная природа. Либо она будет проявляться как у гьяни на внутреннем уровне через его активный познавательный процесс, аналитику и так далее. То есть в такую, в ментальную сферу пошла вот эта вот энергия. Либо она будет проявляться вовне, как какая-то внешняя профессиональная деятельность. И поэтому ведическая культура в этом плане очень хорошо была организована, что были определены варны или природа человека на основе его гуна кармы. То есть какой гуной он от природы обусловлен. Вот эта вот гуна, внутренний такой менталитет, некое внутреннее состояние, оно подталкивает человека к определенному типу внешней деятельности, карма. И таким образом получается вот это вот понятие гуна карма. То есть гуна, она всегда внутренняя, карма всегда внешняя. И вот это внутреннее состояние гуна подталкивает нас к определенному типу вот этой вот внешней деятельности. И вот эта вот гуна карма, по сути дела, и есть наша варна. И когда гуны более или менее в чистом виде представлены, и варна более или менее чистая и очевидная, когда гуна смешанная, то карма становится смешанной. И поэтому люди очень часто не понимают, что им нужно делать. Потому что смешанная природа называется варна санкара, то есть нет чистой варны, а все варны, а все перемешанные. И поэтому человек не может понять, что ему делать нужно. Это само по себе говорит о том, что нарушены вот эти вот семейные традиции. Частью семейных традиций было соблюдение чистоты природы. Вот поэтому, когда люди вступали в брак, мужчины и женщины, очень важно было, чтобы они по варне были совместимы, именно для того, чтобы их потомство получилось гармоничным, нормальным, чтобы потом эти люди не мучились полжизни, пытаясь найти себя. Если человек пытается найти себя, это означает, что у него очень тяжелая карма. Он не может разобраться с собой, потому что у него есть и то, и то, и то. И он не может понять, чего в нем больше, к чему нужно дать предпочтение. Вот это результат невежества в плане нарушения семейных традиций. Вот потому что, если все делается правильно, то ребенку не нужно долго думать, кем ему быть. Это становится более или менее очевидно. Достаточно очевидно. Вот. То есть, так действует эта вот правильная семейная культура. Вот. Ну, это уже как бы тема проехали. Тут уже вернуть ничего невозможно. Кали-юга, она тем и характеризует, что варна, санкара, все перепутано, все с ног на голову. И поэтому люди не могут понять, какая у них дхарма. Потому что дхарма привязана к варне. Она привязана к варне, она привязана к ашраму. Дхарма не висит сама по себе в воздухе. Она всегда прилагается к чему-то. Вот. И, допустим, какая у человека варна, если он брахма, значит, соответственно, он занимается брахманическими обязанностями. Такая у него варна. Если он кшатри, значит, он занимается вопросами защиты, политики и прочими такими вещами. Вайше, значит, все понятно. Организация производства определенного, там, сельское хозяйство, защита коров, создание рабочих мест. Он понимает, как эти все вещи делать. И такая у него гуна-карма. Шудра, все сфера сервиса, значит, физический труд там и так далее. Вот. То есть, какая варна, такая дхарма. Вот. И у Арджуны все понятно. То есть, потому что у него варна очень чистая. Вот. И поэтому, что он должен делать, не вызывает ни малейших сомнений. Раз ты кшатрий, значит, ты должен сражаться. Но, если ты сражаешься, не понимая, что ты участвуешь в божественном замысле и так далее, что ты оперируешь божественными энергиями, вот если ты сражаешься просто, ради царств, ради какого-то мирского чувства справедливости и так далее, вот ты связываешь себя кармой, потому что в данный момент ты не помнишь, что все эти энергии исходят от Бога. Но, если, если ты понимаешь все эти вещи, вот тогда ты действуешь, вроде бы, внешне точно так же, но с другим сознанием, с другим пониманием. И тогда ты уже не связан с законом кармы. Вот поэтому вот эти вот начальные стихи третьей главы Бхагавадгиты про карма-йогу, они показывают неизбежность деятельности, что никуда ты не денешься, природа активна. Но для того, чтобы, вернее, что душа активна, вернее, простите, по природе, да? Но для того, чтобы эта деятельность не связывала человека, дальше в этой же главе он начнет говорить, что деятельность должна совершаться в духе яги, то есть в духе божественного ритуала. Яги – это ритуал, который связывает нас с Верховным Господом. И все основывается опять на этом же понимании, что мы сами являемся частицами Бога, и все те энергии, которые находятся в нашем распоряжении, это тоже энергии Бога. Поэтому бери ты, божественная частица, бери божественные энергии и используй их с божественной целью. Даже если эта цель какая-то вот такая, ну, бытовая, прикладная, то есть, ну, просто вот то, что мы занимаемся обычно какой-то деятельностью, да? Но с пониманием, что это часть моей божественной дхармы, это Бог мне дал такое занятие. Если мать выполняет свои материнские функции, а мужчина выполняет там какие-то свои отцовские, мужские функции, хозяйство, работа и так далее, какая тут связь с Богом, да? Водитель ведет автобус, допустим, что-то еще, кто-то там какой-то другой работой занимается. Какая тут связь с Богом? Просто обычная какая-то рутинная мирская деятельность. Но если мы понимаем, что эту природу мне дал Верховный Господь, Параматма, я же не просто, не случайно получил тело определенного типа, вот, и... Дальше, что же такое? Секунду, сейчас авиарежим поставлю. Кто-то не понимает моего расписания. То есть, если я понимаю, что, значит, вот это вот тело и мой менталитет, то есть моя гуна-карма, она дана мне Верховным Господом как результат моей какой-то прошлой деятельности. Но, тем не менее, Господь в этом участвует. Он наделил меня этим. И я живу в мире, созданном им. У этого мира есть определенная задача, которая для нас кажется, что это задача просто наслаждаться и поддерживать себя. А для него эта задача выглядит как то, что мы, проходя через разные этапы, учимся. Если я понимаю все это, тогда даже по виду внешне, занимаясь какой-то там материальной деятельностью, семейной, хозяйственной, профессиональной, неважно какой, я начинаю видеть, что я выполняю некое социальное служение, которое дано мне самим Верховным Господом. То есть, вот через такое понимание я привношу Господа в нашу реальность. И вот теперь моя деятельность, вся та энергия, которую я трачу, божественная энергия, которую я трачу, она не связывает меня, потому что я выполняю это как роль, данную мне Богом. Если вы смотрите кино, разные актеры, какие-то там диалоги произносят, какие-то поступки совершают, то есть такое ощущение, что просто каждый делает, что он хочет. Но мы знаем, нет. Они все это делают по приказу режиссера. Есть некий замысел. Эти роли написаны, и они должны быть определенным образом исполнены. И если режиссер сказал, допустим, должен вести себя так-то и так-то, говорит то-то и то-то, актер начинает какую-то от себя тянувести, его просто выгоняют. И ты здесь не нужен. Ты должен выполнять замысел режиссера. Вот точно так же, хотя нам кажется, что у нас какая-то просто спонтанная жизнь происходит, и мы не знаем, что там завтра будет и так далее. Вот этот сюжет, он постепенно разворачивается перед нами. Но если мы понимаем, что мы находимся в большом таком экшене, где каждое живое существо получает определенную роль, и у всего этого экшена, у всего вот этого мероприятия есть режиссер. И каждому выдана эта определенная роль. Я осознаю это. То есть большинство людей в этом плане живет абсолютно неосознанно. Им кажется, что просто какие-то вещи случаются с ними, и они на эти события просто как-то там реагируют, и все. Отбиваются от жизни, что-то там принимают, что-то там чего-то пытаются избежать и так далее. То есть они не понимают, что есть некий замысел, который ставит своей целью помочь нам отжить наши желания, отжить нашу карму, и самое главное в процессе всего этого возвысит наше сознание. А как наше сознание возвышается? Только через понимание того, что все вот эти условия, все эти возможности даны нам Богом. и он как режиссер требует от нас исполнения определенных ролей. Вот это вот понимание само по себе, оно и возвышает сознание. Чтобы сознание возвысило, оно должно к чему-то возвышенному стремиться. Вот с одной стороны, мы святые имена Бога повторяем, шастры изучаем, поклоняемся Ему. Это такие прямые процессы. Но мы думаем так, что вот на этом все, да? Я сходил в храм, я почитал шастры, что-то там послушал, попел, поповторял, и на этом все. Теперь я погружаюсь в свою какую-то вот такую материальную жизнь, которая полностью оторвана от Бога. Это ошибочно. Ошибочное представление. Вот потому что, хотя материальная жизнь впрямую не связана с Богом, если мы пришли в храм, мы видим прямо Бога на алтаре, центральная фигура. Но когда мы выходим из храма и идем просто по улице, видим там каких-то людей, какие-то события и так далее, никакого Бога мы там не видим, да? То есть материальная энергия нам мгновенно через эти гуны вовлекает нас в какие-то там эмоциональные состояния, реагирование и так далее. И мы теряем связь с Богом. Но духовная практика означает не просто сидеть в алтарной комнате перед божеством или ходить вокруг тулы, если четко повторять Харикришна мантру. Это одно. Это самые такие прямые процессы преданного служения. Но это не означает, что когда мы выходим из храма и прекращаем вот такие прямые процессы преданного служения, мы оказываемся где-то вне царства Бога. Это не так. Мы продолжаем оставаться в царстве Бога, а просто эта материальная энергия в Кали-Югу, она так организована, что она заставляет нас забыть о Боге. Но мы можем и не забывать и не должны забывать, если у нас есть правильное духовное свидание. Поэтому духовная жизнь не прекращается, когда мы выходим из храма и погружаемся в какие-то свои, по видимости, внешние и материальные дела. Потому что все эти внешние и материальные дела это социальные роли, которые тоже даны нам Богом согласно нашей карме и нашим заслугам. И само понимание, что роль в этом большом экшене мне дал Верховный Господь, главный режиссер, я должен играть ее наилучшим образом, вот это само понимание, оно также возвышает наше сознание. Поэтому вся вот эта вот третья глава, она строится по такой логике, что начинается все с идеи, что деятельность неизбежна, потому что душа активна, но для того, чтобы эта деятельность не связала нас, а наоборот, привела к освобождению, для этого мы должны понимать, что мы взаимодействуем в этом мире постоянно с божественными энергиями, что мы сами частицы божественной энергии, и что у этого материального мира есть две задачи, с одной стороны для нас исполнить свои желания, попробовать себя в разных ролях, но это не первая цель, это вторая цель, а вторая цель, когда мы разочаруемся во всех этих вещах и поймем настоящую природу деятельности, что она исходит из души, а сама душа исходит от Бога, вот тогда же его источник дозрела уже до непосредственного служения, понимания вот этих наших отношений с Богом, вот в чем смысл, вот в чем цель, поэтому карма йога должна привести нас к более глубокому пониманию вещей, вот то есть мы просто суетимся, что-то делаем, потому что в нас есть некая энергия, поэтому она требует какого-то выхода, мы видим, как дети носят как сумасшедшие, пока у них нет знания, энергия требует выхода туда, сюда, сюда, что-то там, какие-то игры там, мы видим, как какие-то там другие живые существа тоже блуждают туда-сюда, энергия жизни, не требует какого-то выхода, это порождает динамику жизни, но в низших формах жизни, или допустим, пока человек несознательный, эта динамика достаточно бессмысленная, то есть они как бы создают массовку такую, то есть Господь их использует в темную, вот просто сказать, что-то такое они делают, не понимая частью чего это является, но на определенном уровне развития сознания мы уже участвуем во всем этом более сознательно, с пониманием, что не просто вот мы тут какой-то биологический цикл, биологическая цепочка, что мы просто тут являемся пищей друг для друга, а что мы сознающие существа, которые должны постепенно из всего вот этого цикла материального существования выйти, и карма в этом плане является первым этапом, потому что это наиболее понятная для нас вещь, вот такие вопросы дает человек, кто я и что делать, и в зависимости от того, как я понимаю, кто я, вот так я и буду делать. Если я считаю, что я физическое тело, состоящее из чувств определенных, вот, значит, что я буду делать? Я буду стараться создать максимальный комфорт для чувств и для тела. Вот и все. Поскольку я уверен, что я должен наслаждаться этой жизнью. И так же большинство людей, они считают себя телом, поэтому главная задача повышения комфорта для тела. Все. Очень просто. Никакой особенной глубокой философии не нужно. Вот и поэтому они стараются развивать какие-то сервисы, какую-то инфраструктуру для того, чтобы сделать для тела все максимально удобно. Вот такая концепция. Я тело, что делать? Улучшай комфорт для тела. А когда появляется другое понимание, что энергия сознания, которая находится во мне, она имеет божественное происхождение, меняется представление о том, кто я. Что я не просто комок плоти, который живет несколько десятков лет и важно прожить в максимальном комфорте и получить максимум наслаждения, а что я вечная душа, которая попала во временную, транзитную, материальную ситуацию. И так, если изменилось понимание на основе духовного знания, кто я, то меняется роль. Что делать? Что делать, если я душа? Значит, я должен быть связан с Богом, если душа исходит от Бога. Все. Изменилось представление о том, кто я, изменилось представление о природе деятельности. То есть, когда я считаю себя просто частью низшей материальной природы, случайным продуктом, каких-то вот этих случайных мутаций естественно отбора и так далее, как это нас приучили думать. Ну да, я вот такой успешный выживанец, что называется. Выжил в этом мире, устроился, несколько десятков лет покоптил небо, потребил какое-то количество материальных благ, пофотографировался, так сказать, и ушел непонятно куда, оставив некую память о себе. То есть, вот это материальная жизнь. Но духовная жизнь начинается вот с этого момента, когда я пробуждаюсь к пониманию, что я не просто материальная плоть, что плотью я покрыт, я покрыт плотью, но под всей этой плотью находится духовное вечное существо, которое никогда не будет удовлетворено никакими условиями этого материального мира, потому что этот материальный мир, даже райская ситуация и так далее, это все равно обладает иной природой, чем душа. И поэтому все эти наслаждения, они приятны, но они поверхностны. Они не могут дать живому существу глубокого удовлетворения. И поэтому рано или поздно живое существо, даже прошедшее через райские планеты, через все виды комфорта и так далее, все равно оно будет искать чего-то более высокого, потому что оно является частью этой более высокой природы. Это неизбежно. А все вот эти состояния комфорта, наслаждения, это ну как вот дети, то есть детям им хочется в какие-то там игрушки играть, ну хочется, хочется. Конечно, они говорят, ну ладно, хочешь в рай, ну вот тебе рай и так далее. То есть это как такие вот поверхностные вещи, которые удовлетворяют любопытство, дают какой-то поверхностный опыт, но рано или поздно они разочаровывают живое существо, потому что все эти вещи, опять же, не соответствуют нашей глубинной природе. Поэтому так важно понять, кто я в духовном плане. И после этого понимания, кто я, будет ясно, что делать. То есть, бхакти или преданное служение Богу, это занятие для тех, кто понял, что они являются духовными частицами. Это очень высокий уровень. То есть, бхакти это не просто там пошел, поклонился какой-то статуе в храме, предложил цветочек, что-то там попел и так далее. Это внешняя часть ритуала, но она является проявлением внутреннего понимания. Есть мирские верующие, которые приходят в храм и делают все то же самое, но при этом они не понимают своей духовной природы. И есть люди, которые понимают свою духовную природу, и они также приходят в храм и тоже делают то же самое, но с другим сознанием совершенно. И поэтому их деятельность обладает более высокой природой, потому что они действуют на другом уровне понимания, на другом уровне сознания. И это постепенный процесс выпутывания сознания из-под влияния низших вот этих вот гун, невежества, страсть, какие-то мирские представления о Боге, мирские представления о жизни. Это начало, какая-то базовая вера есть, но сознание по-прежнему пока остается материальным. А когда живое существо уже достигает этого своего понимания духовного статуса, то теперь этот внешний ритуал, такой же, как делают все остальные люди, он наполняется уже другим содержанием, потому что мы уже действуем не просто на материальной природе, а на материальном уровне, а с духовным пониманием. То есть, я понимаю, что Бхакти-йога это просто внешнее выражение моего внутреннего понимания, моих внутренних эмоций, моего внутреннего желания быть с Кришной. Вот, нужно понимать, что в Бхагавадгите есть своя логика, своя последовательность изложения, и начинает Кришна с наиболее простых вещей, потому что у нас есть вот это побуждение к деятельности, и подавлять ее просто смысла нет. Нужно понять, откуда она исходит, эта энергия, энергия души. Она исходит изначально от Бога, проявляется через душу, и у души есть какая-то определенная роль в этом мире. И опять же, не просто роль, мы знаем, что роли раздает режиссер. И к этой роли это очень важно понять, что не просто у меня какая-то есть роль, а что роль дана свыше. И поэтому в зависимости от того, как я эту роль играю, вот настолько я буду внутренне духовно продвигаться. То есть преданное служение, духовная практика, бхакти, йога, это деятельность для людей, которые осознали свою духовную природу. Бхакти исходит из души. Это уже деятельность в сфере внутренней энергии. Если карма совершается на основе внешней энергии, внешними материальными элементами, вот этими всеми внешними какими-то шахтами, энергиями, крия-шахтами, дравья-шахтами, это материальные все элементы, то бхакти это уже сфера внутренней энергии, исходит из души, потому что бхакти это определенное любовное отношение к Богу. И тогда уже все внешние элементы, они просто становятся инструментами служения. Инструментами служения. В то время как для материалиста допустим деятельность измеряется чем? Плодом. А для трансценденталиста, для преданного деятельность измеряется тем, насколько доволен Верховный Господь. Даже если внешнего плода нет. Человек исполняет свой долг. Допустим, известный пример из Ромаины, когда Равана демон похитил Ситу, супругу господа Рамачандры, Джатаю, птица, пытался защитить Ситу, сражаться с Раваной, но силы были неравны, и в конце концов Равана убил, отрубил крылья этому Джатаю, он упал на землю и умирал. В это время появился господь Рама. То есть он внешне не достиг успеха, его деятельность была неудачной, но он выполнил свою роль, он сражался за интересы господа Рамы. И поэтому он достиг освобождения, Господь появился перед ним в момент смерти, и Джатаю достиг духовного мира. То есть внешняя неудача обернулась внутренней удачей. Поэтому бхактии это не о каких-то внешних плодах, они могут быть, могут не быть, а бхактии это о том, насколько мы исполнением своей роли удовлетворяем Верховного Господа, даже если внешне это выглядит, может быть, я какой-то там в этом сюжете я, может быть, какой-то неудачник, но вот я тот, кого Господь поставил на это конкретное место, я просто стараюсь действовать по максимуму ради Бога, а что же там получится, это будет определено моей ролью в этой игре, победа или поражение или что-то там еще, это уже детали. Поэтому бхакти, он во 40-главе он и говорил, не думая о победе, поражении, исполняй свой долг, исполняй свой долг, думая обо мне, вот это главная идея. А что будет там сидха, сидха, успех или поражение, это не твое дело, Кришна, он говорит, твое дело исполнять свой долг, играть свою роль, ту роль, которая дана режиссером. На этом мы остановимся сегодня, у нас есть некоторое время на вопросы. Пожалуйста. Александр. Я слышал такое объяснение, что четыре типа благочестивых людей, которые обращаются к Богу, те, кто в беде, те, кто в нужде, любопытные, ищущие абсолютную истину, это можно условно сказать так. Те, кто в беде, это благочестивые шудры, а те, кто в нужде, это благочестивые вайши, которые обращаются к Богу, любопытные, это благочестивые кшатри, ищущие абсолютную истину, это благочестивые брахманы. И, соответственно, четыре категории неблагочестивых. Душкрити, которые не обращаются к Богу. Мудги, вот эти вот ослы, это неблагочестивые шудры. Нарадхамы, вот эти вот низшие из людей, это неблагочестивые вайши. Вот, асуры, демоны, это неблагочестивые кшатри. И майя, пахрита, гьяна, те, чье знание украдено иллюзией, это неблагочестивые брахманы. То есть, допустим, ученый материалист, атеист, у него сильный интеллект, но самая суть знания всегда от него ускользает. Он не понимает, что он исследует какие-то энергии, какие-то процессы, но он не понимает, что Бог является источником этих энергий. То есть, он очень разумный, но самая суть знания, она от него уходит, он не понимает, кто является источником всех энергий. Поэтому я слышал такое объяснение, в этом есть своя определенная логика. Ну и в общем, из этого тоже следуют определенные выводы, потому что, когда Кришна этот анализ заканчивает, четыре категории неблагочестивых и четыре категории благочестивых, которые к ним обращаются, он говорит, что среди этих четырех категорий я не наилучший, потому что из него получаются самые лучшие преданные. Почему? Потому что у них минимальная привязанность к материальному миру. И эти люди, они максимально стойки в духовной жизни. А в то время, как те, кто приходят к Богу с низшими мотивами, если они удовлетворили эти свои желания, у них какой-то другой, более высокой мотивации может не возникнуть. Поэтому их духовная жизнь на этом может остановиться, ну или перейти в какую-то более вялую стадию, потому что у них нет вот этой какой-то более высокой мотивации. Можно еще добавочного вопроса? Да. Процесс, допустим, проповедник могущественный, он же может взаимодействовать с любыми живыми существами, если он берет какого-нибудь неблагочестивого шудру, он может, ну, помочь ему стать сначала вот тем, кто в беде, а потом он уже будет прогрессировать, то есть процесс развития так идет. Если он берет неблагочестивого шудру, а как он его берет? Неблагочестивые – это те, кто не обращаются к Богу. А он ему милость оказывает. Это все нереальные вещи. Он говорит, «На-мам-душ-критина-мудга-пропадентен-эракам». «На-мам-», то есть они ко мне, «мам», не обращаются. «На-мам-душ-критина». Потому что учитель не охотится за учениками. Это ученики ищут учителя, понимаете? Вот, поэтому, ну, это только кроме каких-то редких случаев, как, не знаю, там, Нара-да-муни, он берет какого-то этого живодера-охотника-мригари и своей какой-то невероятной духовной силой, он трансформирует его. Вот, если духовный учитель не такой, как Нара-да-муни, вот, то он таких вещей не может делать. Вот, и поэтому он только помогает тем людям, которые к нему осознанно обращаются за помощью. Спасибо. То есть пока человек не накопит этого внутреннего благочестия, у него не будет веры, у него не будет интереса к духовной жизни. Духовный учитель, это же не тот, так как, вы знаете, там, борцы на ринге, там, один другого, там, какой-то болевой прием, тут говорят, все, 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 я сдаюсь, да, мне больно, отпустите. То есть гуру же не будет вот так вот там какими-то логическими приемами болевыми с этим человеком, там, говорить, вот так, 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 ты не прав, давай предавайся. Нет, это не та сфера, понимаете. Вот, у человека должна быть предрасположенность, определенный внутренний запас, интерес, и вот это вот его личная инициатива. Тогда да. К Парупаде многие приходили, но немногие продолжали, продолжали. Одни пришли, ушли, там, что-то такое для себя узнали, успокоились, или они почувствовали, что это для них слишком высоко, что они там не смогут, все, ну, это. А другие легко вписались, потому что одни душкрите, другие сукрите. То есть одни благочестивы, другие неблагочестивы. Дальше кто там следующий, я не всех вижу, поэтому сами подключайтесь, кто руку поднял. Такой вопрос, что когда мы, допустим, теряем какие-то свои материальные привязанности, ну, что-то потеряли, телефон потеряли, и вот когда болит в районе сердца, или, допустим, любимого человека потеряли, вот все равно боль, она, или это любовь, привязанность, это потеря, она все равно в сердце. Вот, это связано с душой, или, то есть почему эти вещи там связаны? Почему, то есть когда страдания, да, вот говорят, что мы вот можем, мы как при закутии молила о страдании, чтобы больше молиться, да, молитва более искренняя. Вот действительно ли, когда у нас страдания, болит в районе сердца, больше шансов понять, что вот я душа, что вот это и есть я, вот эти вещи. Душа является источником чувств, источником сознания, но в этом материальном мире, да, и она находится в области сердца, поэтому там все эти ощущения, но в материальном мире душа покрыта ложным эго, материальным разумом, материальным умом, и все это сверху еще покрыто физическим телом, нашими чувствами и так далее. Вот, поэтому, когда мы что-то или кого-то теряем, вот это вот ощущение потери, оно проходит через чувства, через ум, разум, эго, вот, и сама способность чувствовать из души исходит. Но вот это вот чувство боли, оно душе не присуще. Вот, это все чувство боли или страдания, это вещи, процессы, которые происходят на уровне ума и ложного эго. Понимаете? То есть это не душа болит. Душа просто дает энергию сознания, которое теперь вот на каком-то уровне, когда оно преломляется через ложное эго, то есть через свое ложное отождествление с телом, через вот этот вот наш ум, который постоянно ожидает наслаждений, а когда вместо наслаждения пришли какие-то там потери, вот, то реакция вот такая вот болезненная, эмоциональная. Как так, да? То есть я ожидал наслаждения, удовлетворения определенного, а вместо этого, наоборот, я чего-то лишился. То есть мой стандарт чувства наслаждения понизился от этого, вот, разочарованность ума. Вот, поэтому, хотя душа находится в сердце, является источником сознания, само по себе страдание, оно не на самом глубинном уровне происходит. Страдание происходит на уровне ложного эго и ума, то есть вот этих вот точки привязанности, ожидания чего-то от материального мира. Вот, и когда наш ум очищается и эго трансформируется, пропадает страдание. Человек думает, ну, я что-то потерял, Бог дал, Бог взял, значит, мне это не нужно, значит, будем жить без этого, да, потому что у него есть альтернатива. Вот, а у материалиста альтернативы нет, у него ограниченная система ценностей, и поэтому, если он что-то потерял из этой материальной системы ценностей, для него это трагедия, понимаете, потому что замены нету, никакой замены нет, никакой альтернативы нет. Вот, а в духовной жизни замены альтернативы есть, то есть духовные ценности их потерять нельзя, потому что это вечные ценности, в то время как материальные ценности приходят, уходят к нам по карме. То есть получается, то, что от потери боли локализуются где-то в районе сердца, это не связано, то, что душа тоже находится в сердце? Это связано, но просто я объяснил, что душа покрыта, понимаете? Она покрыта этими оболочками. То есть локализация боли, она остается прежней, но эта боль не на уровне души, а на уровне ложного эго и ума, понимаете? Которыми покрыта сама душа, а душа покрыта оболочками. Да, да. Спасибо, хорошо. Еще какие-то вопросы есть? Всех рук я не вижу, поэтому сами давайте включайтесь. Харе Кришна, тут же Кумар Прабуху, Харе Кришна, преданный. Вы говорили в лекции, что нам нужно разочароваться, и тогда мы займемся преданным служением. Я такое говорил? Ну, что нам нужно разочароваться, да. Сегодня говорил? Да, ну это записала. Ну-ну, давайте дальше. Вот, и у меня вопрос, что нам во всем нужно разочароваться, через опыт личный пропустить, или мы можем на уровне дьяны все-таки в Калиюгу тоже разочароваться? Значит, наша первая задача – это очароваться Кришной, очароваться этим духовным знанием и начать его практиковать. И когда нас начнет привлекать Кришна, тогда мы начнем разочаровываться. Мы можем разочаровываться в материальном мире и без Кришны, но это разочарование не является настоящим, потому что оно просто основано не на духовном знании, а, допустим, на какой-нибудь там дурной карме, что человек что-то там потерял, и какая-то у него невезуха и так далее, разочарование тоже есть. Но это разочарование не на знании основано, понимаете, и не на привязанности к Кришне. Поэтому это разочарование в материальном мире, оно не является хорошей основой для духовной практики. Вот поэтому, а если у человека хорошая карма, у него все получается, да, и мы видим, что какого-то разочарования у него особенного нет, все хорошо, то есть какого повода для разочарования нет, что у него нет, значит, возможности духовно развиваться, да, есть вполне. Вот поэтому пункт первый, это когда мы знакомимся с Богом, как с источником всего. И это нас по-хорошему очаровывает, по-хорошему очаровывает. А материальная природа, ну, она всегда под влиянием силы времени крутится-вертится, сегодня хорошо, завтра плохо, сегодня успех, завтра неудача. Вот поэтому здесь достаточно много будет жизненных ситуаций, которые нас не удовлетворяют. Но опять же, если это все основано на духовном знании, тогда эта разочарованность, она усиливает нашу отрешенность от материального мира. Если она не основана на духовном знании, то эта отрешенность обладает временной природой. Или я думаю, что, ну ладно, сегодня не повезло, завтра повезет, или потом чуть-чуть повозже, понимаете? То есть я не теряю надежды, что все-таки что-то в материальном мире хорошее будет. А когда человек обладает духовным знанием, он понимает, что ничего здесь хорошего, в принципе, быть не может. Даже какая-то там стабильная, успешная материальная жизнь, рано или поздно все равно закончится. Все равно я останусь у разбитого корыта, рано или поздно. Вот. То есть у него есть такое понимание, и поэтому его этот успех, даже какой-то, он его не опьяняет, потому что он знает, что все это в процессе времени закончится. Спасибо большое. А первая глава тогда, как применимо к нам? Что Арджуна разочаровался во всем, в конце первой главы. Лук, все у него выпало. Арджуна не разочаровался. Нет такого там никакого разочарования. Арджуна зашел в стадию кризиса. Кризиса. То есть он понимал, что с одной стороны битва неизбежна, с другой стороны, его понимание на тот момент не позволяло ему в этом участвовать. Это не разочарование было. Это состояние тупика, кризиса. Понимаете? То есть он понимал, что должно произойти что-то неизбежное, с чем он не согласен, и он никак не мог понять до конца своей роли в этом, потому что он тогда не до конца понимал божественный план Кришны. Поэтому это не разочарование. Это просто кризисная ситуация. Тупик некий. Понимаете? Махаван Прабу, вижу вашу руку. Дорогий, вредный вопрос касательно души. Мы послушали интервью Александра Роценко, он специалист по ВАСТу, вместе на канале Аскет-Аркетов. И он говорит, что когда мы границы какого-то любого пространства делаем, то туда входит душа. Например, в квартире есть душа. Он говорит, в машине тоже есть душа, сознание. И он ссылается это на ВАСТу-Шастре. И как это правильно понимать? Можно ваше толкование, что у пространства сразу появляется душа, как только мы ограничиваем какое-то пространство? Не то, чтобы она появляется. Вот это вот ВАСТу-Пуруша. Это ВАСТу буквально означает сущность. Сущность пространства. Что пространство окажется нам пустым, хотя в действительности оно не безлично. Только кажется безлично. Допустим, время нам кажется безличным. Но на самом деле даже у самого маленького какого-то измерения времени есть свои божества. Точно так же и пространство, поскольку это божественный элемент сам по себе, то божественная природа там присутствует. Эту божественную природу мы называем, допустим, ВАСТу-Пуруша, то есть тот, кто наполняет пространство смыслом. И поэтому говорится, что пространство должно быть таким образом организовано, чтобы этот ВАСТу-Пуруша себя там комфортно чувствовал. Что вот его голова, допустим, повернута на северо-восток, поэтому там должно быть что-то, какой-то водоем или какая-то вода, или алтарь, или библиотека, что-то такое. То есть к чему голова, естественно, стремится. Если вы поставите унитаз на место головы ВАСТу-Пуруши, он вряд ли будет этим доволен. Вместо унитазу на оборотах, на юго-западе, там, где другая противоположная часть ВАСТу-Пуруши. То есть это для того, чтобы показать, что пространство не безлично, что оно наполнено вот этой вот сущностью ВАСТу. Поэтому это не то, чтобы душа, в нашем смысле как индивидуальная душа, это скорее духовное содержание пространства, то, что пространство должно быть организовано определенным образом. И там мы знаем, что вот эти все полубоги находятся на разных сторонах, вот это вот квадрата ВАСТу и так далее. Для того, чтобы люди, находясь просто дома, понимали, что они находятся в мини-вселенной, что в этом углу такой полубог, в том углу такой полубог и так далее. То есть что полубоги не просто там, где-то там на небесах высоко, а что они присутствуют в нашей жизни, в каком-то вот небольшом масштабе, допустим, квартиры или дома. То есть это понимание, оно важно для одухотворения нашей жизни. То есть не сама душа туда входит, а какая-то энергия в АСТОПОРУШИ входит. Правильно, да, понимаете? Ну, понимаете, слово душа или АТМА, оно имеет очень широкий спектр значений. То есть есть вот индивидуальная душа, как вот я, да, или вы, это индивидуальные души. А ВАСТу в этом плане, можно сказать, что это некая универсальная душа, но она проявляет себя конкретно, как, ну, допустим, ощущение счастья и несчастья в зависимости от того, как люди это пространство организуют. Вот, если ВАСТУ ПОРУШИ доволен, как все в доме там расположено и так далее, да, вот тогда и житель этого дома будет доволен, потому что мы связаны со всем этим. Если там с точки зрения ВАСТУ ШАСТРЫ все плохо, вот, значит, и человек, живущий в этой квартире, или в этом доме, он будет чувствовать дискомфорт, потому что ВАСТУ ПОРУШИ недоволен. Мы многодажки живем, и в каждой квартире, в каждой есть ВАСТУ ПОРУША, и во всем доме есть тоже свой ВАСТУ ПОРУША. То есть, если мы рассматриваем, например, многоэтажный дом практически, то есть у нас много-много, 150 квартир есть, и у самого дома есть тоже свое расположение соотносительного, то есть практически понять, как это соотносится с нашей жизнью, и как его удовлетворить, чтобы комфортно можно было внимательно воспевать свои времена. Видите ли, ВАСТУ все-таки это наука, которая привязана к культуре ведического общества. А в ведическом обществе многоэтажные дома со 150 квартирами не строили. То есть были дома, может быть, в которых много комнат и так далее, может быть, там несколько этажей, но не такие огромные какие-то муравейники, где живут люди с абсолютно разным менталитетом. Если это был дом какой-то семьи, то семья, как правило, она вся каким-то единым менталитетом пронизана. Поэтому как-то это легче все было организовать. Когда мы пытаемся вот это знание, которое порождает определенную культуру жизни, проецировать на современный стиль, где все вот так вот запутано-напутано, то здесь мы максимально о чем можем говорить, так это о каком-то вот своем кусочке, что называется. Понятно, что мы являемся частью общего, и это общее тоже имеет значение, но мы не можем на это повлиять. Вы не можете все 150 жильцов этого дома убедить в чем-то там в этом васту-пуруши и так далее. Поэтому максимум, что вы можете сделать, это организовать пространство разумно, более или менее, на своей территории. Все остальное вы контролировать уже не можете. Но это не индивидуальная личность, как мы с вами. Опять же, я говорю, что вот этот васту, это как некая вселенская такая сущность, которая придает пространству вот такую личностную природу. Ну, это как своего рода, как параматма. То есть, смотрите, она с одной стороны одна, одна параматма, да, но она в сердце каждого живого существа живет, и одним человеком она довольна, другим она недовольна, хотя она одна, понимаете. Вот точно так же параматма одна, но в разных квартирах везде по-разному все, понимаете. И поэтому один жилец доволен, другой недоволен, потому что они, но душа одна. Чтобы закрыть эту тему, например, на 25 этаже планировка одинаковая, и все хорошо чувствуется, благоприятно, хорошо, а уже на 24 этаже вся та же планировка, но там может быть ощущение, что хочется выйти из этого пространства. То есть, еще какие-то дополнительные факторы влияют на пространство, и можно ли нейтрализовать нам практически, можно ли просто прийти, спеть гитом, поставить отдать, просто чистоту навести, порядок навести, Кришну кормить, и не обращать внимания на все эти законы властного. Да, трансцендентная или духовная культура, она превосходит все вот эти вот нюансы материальные, потому что в материальном плане вы никогда не можете все идеально организовать, такого просто не бывает. Поэтому все вот эти вот материальные несовершенства компенсируются исключительно духовной энергией. То же самое, как, допустим, у человека какая-то карма, в чем-то он силен, в чем-то он слаб, в чем-то что-то у него получается, что-то не получается. Но единственный способ, ему продолжать жить и быть удовлетворенным, это поднять свое сознание. И поэтому, хотя у него имеются какие-то, допустим, дефекты физические или какие-то там кармические, чего-то в его жизни не хватает, и так далее. Но если у него есть духовное сознание, то вот это компенсирует все вот эти вот несовершенства кармы. И то же самое васту. Все там может быть не идеально с точки зрения васту, но если все это наполнить духовным сознанием, то это будет компенсирующий фактор. Опять же, в теле там какие-то, может быть, паразиты, бактерии, вирусы и так далее. Это есть в каждом теле. Но если у человека есть сильный иммунитет, то этот сильный иммунитет, он не позволяет всем этим негативным силам проявиться. А если иммунитет ослаб, тогда вот эти негативные силы сразу же, так сказать, начинают доминировать. Там заболело, здесь заболело. То есть вату может помочь возвысить сознание, но если не получается, то изнутри можно это сознание возвысить духовными практиками. Правильно, правда? Да, васту показывает с материальной точки зрения, как уже организован мир. Потому что это получается как бы вселенная в миниатюре. Ваша квартира, дом – это вселенная в миниатюре. И вы должны постараться все организовать так, как оно уже там есть. Если в северо-восточном углу находится, допустим, голова васту Пуруши, значит, все, что приятно голове, там должно быть. Понимаете? То есть это уже там есть, а вы просто подстраиваетесь под это. Понимаете? То есть это не то, что какой-то авторский дизайн, я захотел сделать там все, а здесь это. То есть этот дизайн авторский может быть, но с учетом того, как уже на тонком плане организовано пространство. Как уже на тонком плане все эти планеты, полубоги, вокруг тела васту Пуруши расположены. С этим учетом. А если я в своем авторском дизайне игнорирую вот эту уже объективную картину, как оно там есть, то это будет только мне хуже, потому что васту Пуруши и окружающего полубоги, они будут недовольны этим. И их недовольство станет моим недовольством. То есть при создании планировки дома имеет смысл все-таки хотя бы базовые вещи, чтобы были учтены васту Шастра, да, знания васту Шастра? Ну, в идеале, да. В идеале, да. Если есть возможность, то лучше все-таки делать. Если есть возможность, да, на уровне планирования как-то вот эти хотя бы базовые моменты учесть, насколько возможно. Ясно. Большое спасибо за... Хорошо. Ишана Прабу, последний вопрос. Давайте. Парень Пешмараджан, так у меня такой вопрос, что в процессе практики йоги для живого существа испытывают некоторое удовлетворение. И есть такое состояние как Адмарама. И на это состояние способны только брахманы и какие-то юродивы такие как там народы святые преданные. Или можно родить такое состояние занимаясь деятельностью своей варнии. Просто отрекаясь от плода своего труда и своей деятельности. Адмарама означает Адма душа, рама радость. То есть радость на уровне души. Вот что такое Адмарама. И люди Адмарамы это те, которые счастливы именно вот этим вот духовным осознанием, пониманием себя душой. И существуют разные типы Адмарам. Допустим, имперсоналист тоже может быть Адмарамой. Он может не быть преданным Богу, но он счастлив, он испытывает раму, радость. От чего? От того, что он вечная душа и он сумел отделить себя от этих временных неприятных процессов, которые проистекают на уровне тела, внешнего какого-то событийного ряда. То есть это Адмарама определенного уровня. Преданный может быть Адмарама, но его радость она более скажем другого уровня, потому что она уже не просто зависит от того, что я понимаю, что я душа отличное тело, а его рама, радость уже от того, что я связан с Богом. Не просто, что я отделен от материи, а то, что я связан с Богом. То есть в его радости можно сказать больше позитива, больше эмоций, потому что он не просто вырвался из материального мира, а он воссоединился в отношениях с Богом. Поэтому быть Адмарама это не зависит от того, какая у человека варна, профессия и так далее. это зависит от качества его отношений с Богом. Самый простой человек по своей варне, по своей работе, он может быть Адмарамой, если он серьезен в духовной практике. Потому что духовная практика от варны не зависит никак. Духовная практика опирается исключительно на опыт души, на ее искренность, на ее вот эти какие-то прошлые духовные заслуги, то есть бхакти-сукрити, вот от чего это все зависит. А варна не обязательно. Варна это социальный статус. Ашрам соответствует. Ашрам ну это транзитная категория ученик брамачарий, семейный человек грехастка, ванапраска, пенсионер это шотший отдел там и саньяси уже полностью монах. Это ну понятное дело, что чем более человек отрешен от материи, тем больше у него шансов. Вот но в целом по своему потенциалу каждая душа атмарама, то есть для каждой души полагается духовное счастье, это есть атмарама. Давайте на этом закончим. Они эгоисты. А? Атмарама они эгоисты. Ну почему если он имперсоналист, может быть вполне может быть эгоист, то есть он достиг какого-то своего личного освобождения и этим счастлив вполне, то есть это может быть такой атмарама начального уровня. У него нет какой-то там миссии помогать другим людям и так далее. Шилаправпада ки-джай. Шримад-бхагавад-гита ки-джай. Харипришнам.